друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов сегодня хотелось бы начать с очень интересных тезисов не менее интересной статьи автор легендарной книги богатый папа бедный папа роберт киосаки отметил что мировая экономика на грани страшнейшего финансово-экономического кризиса причем кризиса которого она не видела может быть даже никогда и в качестве аргументов того что такие времена грядут он метил активности ряда крупнейших инвесторов среди которых конечно же и уоррен баффет который сейчас спешно начинает выходить из определенных сегментов финансовых активов в данном случае из инструментов банковского рынка потому что если финансовый кризис действительно нагрянет банковский сектор окажется под самым большим ударом потому что речь пойдет именно о финансовом экономическом кризисе поэтому друзья вопроса в студию как вы относитесь к подобного рода комментариям считаете ли вы что все-таки выбраться из последствий пандемии так просто мировой экономики не удастся и ей придется столкнуться с последствиями вот этого невероятного беспрецедентного активного мега стимулирования которое осуществляется центральными банками мира мне очень интересна ваша точка зрения сегодня давайте начнем с индекс американской валюты доллар 93 16 сейчас мы видим то что эффект положительный для доллара от протоколов которые вышли на прошлой неделе он практически полностью исчерпан и я абсолютно уверен то что трейдеры которые сейчас оценивают перспективы доллара все-таки пришли к выводу что пусть фрс и не дал четких ориентиров и сигналов касательно изменений должны произойти в денежно-кредитной политики но друзья это не значит то что американская экономика не нуждается в дополнительном стимулировании если мы сейчас оценим потребительское доверие настроение которое остается очень сильно подавленными если мы вспомним насколько плохо все-таки обстоит дело на рынке труда буквально через две недели еще и но он фарм пэллс очередной а думаю что он станет как отчет дополнительным подспорьем для продавцов доллара потому что он фарм пэллс скорее все очень сильно разочарует сейчас а домохозяйство получает меньше пособий по безработице из-за того что никак не могут голосовать новый фонд фискальных стимулов все вот эти меры друзья указывают на то что экономики нужны деньги и эти деньги необходимо срочно выделять если конгресс будет дальше медлить это приведет к на мой взгляд даже необратимым последствиям потому что застопорится вот это символичное сейчас подобие восстановление и потом придется начинать все сначала чтобы снова как бы перезапустить экономику впоследствии понадобится еще большие объемы ликвидности поэтому я считаю что сейчас у монетарных властей есть возможность отделаться меньшим злом вот скажем так для этого достаточно запустить станок и влить в экономику еще один триллион долларов и поэтому я жду собственно это решение друзья я жду более мягкой риторики от федрезерва и хорошо то что на этой неделе на симпозиуме джексон холли на джером пау является хедлайнером этого мероприятия скорее всего он прояснит перспективы американской монетарной политики я абсолютно уверен то что снова повторит важности необходимость сохранения ставок на крайне низких значениях а в течение длительного периода времени и вот это как раз лично я как продавец доллара буду стараться конвертировать в более мощную нисходящую динамику американской валюты вы знаете мою позицию по доллару друзья я уверен то что американская валюта не может расти при таких показателях доходности американских облигаций которые мы видим сейчас а доходности американских трежерис никогда не вырастут пока ставка держится в районе нулевой отметки золото 1935 опять же если мы обратимся вновь комментариям роберта киосаки в этой статье он четко дал понять что самый лучший сейчас инвесторский ход это перевод капиталов защитные инструменты золото серебро и даже биткоин друзья еще одно доказательство того что золото еще не реализовала своего потенциала поэтому купить еще на можно евро против доллара 1.1811 ниже отметки 1.18 европейскую валюту не пропускают поскольку есть четкое понимание того почему доллар должен снижаться европейская валюта может вырасти сегодня в 9.00 темп экономического роста по германии и в 11.00 по москве еще отчет бизнес оптимизма ифа статистика не то чтобы важная мы уже в принципе знаем какие показатели выйдут кроме того оценка предварительная за второй квартал еще не точные данные я думаю что какой-то волатильности по евро по факту выхода отчетов мы не увидим поэтому давайте работать только лишь с тем что у нас есть сейчас с долларом то есть представление слабость американской валюты и держим европейскую валюту до отметки 1.20 по индекс настроений кайман компания маркетс также могу сказать друзья то что сейчас львиная часть трейдеров все-таки продают евро доллары только по этой причине европейская валюта с большей вероятности улететь наверное наверх американский фондовый рынок как мы и предполагали ралли будет продолжаться сделали 3 400 были близки к следующей цели 3450 пунктов максимум был 3445 пунктов друзья конечно же сейчас у кого какие аппетиты если вам текущий профит достаточен фиксируйтесь уже потому что конечно же индекс находится на исторических максимумах и в любой момент может последовать коррекция то просто имейте ввиду что это нормально даже если коррекционная динамика будет принимайте решение держите ли вы еще длинные позиции в расчете на три пятьсот три шестьсот как это рекомендовали делать ряд инвестбанков S&P растет опять же на ожиданиях вот этих стимулов на ожидании выступления Джерома Паула и на информации об экспериментальном лечении коронавируса с использованием плазм крови тех пациентов которые смогли преодолеть корона на вирус что касается рынка нефти вчера сработала отложка sell limit 44 70 и я сейчас в коротких позиций друзья хотя понимаю что сейчас короткая позиция сопряжена с риском ведь все говорят кругом о тропических штормах которые оброшены на мексиканский залив на этой неделе и могут сказаться на объемах и нефтедобычи и на объемах переработки сырья и на объемах роста предложения но я уверен то что эта тема не будет долговечной скорее всего штормы так и не станут ураганами друзья на этом все всем хорошего дня до завтра всем пока